Вот смотрите, не надо удивляться глупости людей. Вы удивляетесь всё время. Как можно быть таким глупым? Не удивляйтесь. Этот способ мне передал мой наставник. Я его спросил, как мне сохранить себя в отношениях с людьми. Очень много судеб вокруг. Он говорит, вот, ну, ничему не удивляйся, говорит. Вот если ты увидишь человека, ведёт себя вот так, не удивляйся. И ты себя сохранишь. Но вы очень удивляетесь. Вы хотите быстро поменять то, что неизменимо. Ну, то есть вам надо просто принимать людей такими, какие они есть, учиться и всё. И вы себя сохраните. Но вы не согласны с тем, что человек такой, а он такой. Все люди на разных стадиях развития. Вот если человек в луже лежит, он не отрицательный герой. Он просто, у него такая стадия развития. Он в луже пьяный лежит. Это его стадия развития. Он не отрицательный герой. Он просто такой, настолько развитый. Понимаете, если бы мы знали, что некоторые люди попадают на землю из животных форм жизни. То есть он в прошлой жизни вообще был собачкой, а теперь человеком стал. Он вообще не рубит, что здесь происходит. И вы что-то от него хотите. Он может гавкнуть как бы, но понять ему сложно. Понимаете, вот в прошлой жизни прям ещё в животном теле. Некоторые так вот, и приходит у него туман, туман в голове. То есть он не способен глубоко понимать, что происходит в жизни. От него хотят, понимая, не обижаются на его развитие. Мы все разные, дорогие мои друзья. Вот внешний человек может быть два высших образования, там крутой, там какой-то начальник. Но это его просто умственные способности. Но есть ещё развитие человека, глубина его понимания себя как Личности, других людей. Цель человеческой жизни — понять. Это всё не просто аттестат или диплом о высшем образовании. Понимаете, это гораздо глубже. Ну то есть именно это означает совесть, означает способность не бросать, способность принять и так далее. Но есть ещё, вот это касается предыдущей девушки. Есть ещё одна проблема, которую надо изучать. Нам очень трудно увидеть свои недостатки каждому человеку, особенно женщине. Потому что женщина априори — это лучшая половина человечества. И женщине всегда кажется, что она хорошая. Даже когда она жестит, женщина жестит, как бы она обижается. Типа обижаться же — это не злиться, правда? Вот это то же самое, только по-женски. Результат такой же самый. Он ранит сердце, обида, точно так же. Но это выглядит, ну как бы, не так, как у мужчины. Понимаете? Потому что мужчина, он хуже, чем женщина. Так, Бог сделал. Женщина лучше всегда. Поэтому, и она сама это знает. Поэтому она всегда на своём муже. Ну что ты вытворяешь? Ну как ты можешь себя так вести? Она ему говорит. Потому что любые женские поступки, они выглядят лучше, чем мужские. Хотя они могут быть одинаковыми по силе. И женщина, в древней культуре женщин этому учили. Они говорят, Бог вам дал преимущество. Вы красивые, нежные, мягкие по природе. Ну так и не надо этим выпендриваться. Надо быть аккуратными, вести себя аккуратно, потому что ваши ошибки, ваши грехи никто не заметит. Но они есть, тем не менее. Они бывают тоже. И если вы начинаете свою женскую природу ставить выше мужской, начинаете на мужчину давить, потом получаете результат вот этот, он жёстко бросает, то чему вы удивляетесь тогда? Вы неправильно себя вели в жизни, получили результат. Чего удивляться-то теперь? Хоть маленький там ребёнок, хоть большой, какая разница? Человек не выдержит, уходит.